Роскосмос и входящие в его состав организации планируют активно участвовать в разработке и производстве высокотехнологической продукции, перспективных исследованиях и развитии технологий с привлечением к работе ведущих университетов, научных институтов России и мира, крупных промышленных предприятий. Поэтому тесная взаимосвязь с Роскосмосом даст сотрудникам научно-образовательного центра Самарской области огромный опыт, новые знания и навыки. Сегодня мы уже подписали соглашение о сотрудничестве в рамках научно-образовательного центра, который создан в Самарской области с Роскосмосом. Крайне важное решение. У нас, конечно, флагманское предприятие Роскосмоса, есть РКЦ «Прогресс». Работа ведется с предприятием, но оформление соглашения с Роскосмосом в этой важной для нас теме развития научно-образовательной деятельности центра, оно, конечно, вводит на новую орбиту, я бы сказал, это сотрудничество. На МАКСе тоже были заключены соглашения о научном обмене. Ведущие специалисты госкорпорации будут читать лекции в самарских вузах. В Самарской области будут проходить совместные с Роскосмосом конференции. Еще в конце мая индустриальным партнером НОСА стала госкорпорация Ростех. Теперь будет выстроено тесное взаимодействие с Роскосмосом. Официальным представителем в развитии сотрудничества двух сторон определен Институт регионального развития. Таким образом, в научно-образовательном центре области будут представлены все предприятия авиационно-космической сферы. НОСА был создан по инициативе губернатора. На его базе появятся центры компетенции, лаборатории, конструкторские бюро. Возможно, организация университетских кампусов, научных парков, центров компетенции. Ну и, конечно же, наши научные и практические разработки будут использоваться корпорацией в первоочередном порядке. Конечно, это новый импульс развития и промышленности в нашем регионе, и научной школы. Соглашение также предполагает использование тематических серверов в рамках федерального проекта «Цифровая земля». Он позволяет проводить мониторинг в сфере сельского и лесного хозяйства, строительства и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в рамках МАКС-2019 было подписано соглашение между Институтом регионального развития Самарской области и Корпоративной сетевой академией. Соглашение между ИРР и Академией Ростеха предусматривает объединение усилий и совместную реализацию программы развития гражданской продукции «Вектор». Она направлена на выявление технологических лидеров среди сотрудников госкорпорации, которые реализуют проекты гражданского назначения. Валерия Куценко, Виктория Шарая. События.